Не допустить беды. С наступлением теплой погоды спасатели города приступили к патрулированию дачных массивов. Каждый день в ходе рейдов они ликвидируют возгорание сухостоя. Людмила Столярова продолжит. Более ста камер, расположенных в различных частях города, транслируют видео на эти экраны. Самая оперативная информация. Увидев задымление в районе улицы дачной, диспетчер передает координаты мобильной группе. Пожарные спешат на место возгорания. Горит сухостой вдоль дороги. Справляться с такими небольшими очагами помогает ранцевый пульверизатор. Пока тушат здесь, появилась новая информация. Загорелась трава в другом конце массива. Человеческая халатность. Кто-то бросил спичку или сигарету. Может быть, специально подожгли. Пожар в принципе угрозы сейчас не представляет никакой. Пострадало очень много живности. Здесь ситуация серьезнее. Огнем объята большая площадь. Железнодорожные пути не дают пожару подступиться к домам. Но пламя быстро охватывает сухую прошлогоднюю траву. Важно остановить его распространение по кромке. Для тушения именно травы используются механические инструменты, такие как хлопушки. Мы их называем рупоры. Рейд продолжается. В ходе патрулирования спасатели видят поднимающиеся столбы дыма. Пожарные отправляются к месту происшествия. Это микрорайон Юго-Западный 2-2, окраина леса. В такую ветреную погоду огонь распространяется особенно быстро. Пламя от костра может быстро перекинуться на постройки. Справиться с огнем помогают дежурные караулы пожарно-спасательных частей номер 2 и номер 4 и специалисты лесопожарного центра. На ликвидацию пожара уходит чуть больше часа. В борьбе с возгораниями спасателям помогают надежные эффективные средства. Опрыскиватель воздуходувку удобно носить в виде ранца. Мощная струя воздуха вместе с водой сбивают и тушат пламя. А здесь использовали мотопомпу. Она подключается к емкости с водой, которую спасатели возят с собой. В случае необходимости забирать воду она может и из водоема. На сегодняшний день на городе Белгороде осуществляют мониторинг три мобильной группы. В каждой мобильной группе укомплектовано пожарными хлопушками, ранцевыми опрыскивателями и современным одним аппаратом. Как и любую беду, пожар лучше предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Городские спасатели вместе с сотрудниками главного управления МЧС региона ведут профилактическую работу с дачниками. Мы еще и предупреждаем, что полить запрещено. В ходе профилактических рейдов находятся лица сжигающие травы, которым уже составляется протокол, в отношении которых составляется протокол и в виде административного штрафа. На граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей и на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. С начала пожароопасного периода в городе уже зафиксировано 19 ландшафтных пожаров. В 11 случаях горела сухая трава. В 8 раз спасатели тушили возгорание мусора. Людмила Столярова, Дмитрий Арема. К этому часу, Белгород.